Был обычный серый рыбновский вечер. 33-летний мужчина вернулся домой с работы. Поужинал, посидел в интернете. Заскучал. Со скуки, говорит, решил поточить ножи. Начал с бабочки. Вот так мы здесь коротко лежим. Ну, примерно вот так мы лежим. Наставка. Одну сторону открыл. Потянулся. Соответственно, дверь посучила. За дверью – жена и любовник. Вместе с мужем супруга давно не живет. Тщетно требует развод, но мужчина все не соглашается. Это должен был быть очередной разговор о расставании. Пара уединилась в ванной. Женщина просила подписать документы. Мужчина все не соглашался. Любовник спокойно прошел на кухню, где успел покурить. Разговор о разводе вновь закончился ничем. Вышли из ванной и застыли в дверях. Супруг вновь попробовал уговорить жену остаться. Теперь под руку полез любовник. Ну, так перегораждать мне начал. Ну и собственно. Он вот так тоже стоял. И как-то у меня резко все получилось. Не знаю. И как-то вот так что-ли сделал. Он очутился вот здесь. Вот здесь он очутился. На пол брызнула кровь. Любовник оттолкнул супруга и выскочил на лестничную клетку. Он умер на ступенях до приезда скорой помощи. Мужчина же успел помыть свой нож-бабочку и спрятать его в коридоре. Кровь в прихожей тоже смыл. Затем сел на кухню и стал дожидаться приезда полиции. Спустя какое-то время в дверь постучали вновь. Уже сотрудники полиции. Отпираться мужчина не стал. Отдал им орудие убийства, свой ненаточенный нож-бабочку. И рассказал им, как все было. В настоящий момент дело как раз направлено в суд. И лишение свободы на срок там уже будет определять суд. Часть первого статьи 105 до 15 лет лишения свободы. Но есть мягчающие обстоятельства. То есть у него есть и ребенок несовершеннолетний. И кроме того он способствовал раскрытию преступления. То есть тоже расценивается как обстоятельства, смягчающие вину. Несовершеннолетний сын все это время находился у родителей любовника. Теперь своего родного отца он увидит не скоро. А лет через 10 минимум. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.